Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала в ютубе, перед вами третья часть моего видео о коронавирусе, и тут будет самое главное. Сегодня я расскажу вам, во-первых, как развивается болезнь, что такое вирус семья, вирусно-бактериальная пневмония, ведь пневмонию вызывают не вирусы, а бактерии. Какие возникают осложнения, что такое некардиогенный отек легких, дистресс-синдром, почему люди не могут самостоятельно дышать, их подключают к аппарату искусственного дыхания. Что такое иммуносупрессия, почему организм далее поражает синегнойная палочка и грибки микромицеты, которые поражают альвеолы легких, что такое фиброз легких. Подробно расскажу о признаках поражения, что же делать дальше, какие меры безопасности. Во-вторых, я расскажу вам, как можно не допустить коронавирус, какие меры профилактики, как лечить его дома. С помощью чего? Какими средствами? Натуральными, естественными. Ну а в-третьих, в самом конце видео, я расскажу вам о том, что коронавирус нынешний является предлогом для дальнейшей глобальной перестройки мира. И это очень важная тема, кратко это тоже поясню. Как я уже говорил в своей первой части по коронавирусам, коронавирусы это много видов, это даже несколько родов. Это очень распространенная группа вирусных инфекций. Человек сталкивается с ней много раз и сталкивался каждый 10-100 лет назад. Ваши дети, многие, по крайней мере из них, кто учится в школах, в детских садах, соответственно, получают до десятка раз в год за сезон вот эти вирусы в свой организм путем перенесения от кого-то. Это нормально, это было всегда и есть. Это называется острой простудой. Вот когда мы говорим, простудился ребенок, не пойми что, помните, что за этой простудой стоят именно вирусы, определенные вирусы, всегда, без исключения. И, как правило, обычные простуды протекают известным путем, то есть это может быть сопли, насморк, может быть даже температура, уже если воспалительные какие-то процессы, тем не менее, организм это борет, иммунитет справляется и все проходит даже порой без препарата, без таблеток, без пилюли. Но сейчас ситуация изменилась. Если в 2002 году, когда была атипичная пневмония, или там в 2012 году, когда был ближневосточный респираторный синдром, так называемый МЕРС, и, соответственно, САРС это атипичная пневмония, то тоже говорили, что все сейчас будет катастрофа и так далее. Но нет, да, хотя была высокая довольно-таки смертность, но распространенность была довольно-таки низкая. Откуда изначально пошел этот вирус? С рынка ли, от животных и так далее? Это сейчас не так важно, хотя и это мы обсудим. Но сейчас именно человек заражает человека. Проблема сейчас в том, что этот вирус поражает эпителиальные клетки, то есть эпители. А что такое эпителиальные клетки, все должны помнить со школы еще или с института. Это клетки, которые выстилают дыхательные пути, желудочно-кишечные тракты, мочевыводящую систему. Поэтому при данном вирусе у человека страдают более всего легкие, вообще бронхолегочная система, кишечник. Есть специфический признак. Дело в том, что есть определенный рецептор, об этом я сейчас говорить не буду, связанный с ферментом определенным. Поэтому у больного, пораженного коронавируса, есть такой обязательно признак, как кашель. А кашель это показатель того, что поражаются как раз самые удаленные отделы вот этих дыхательных путей. Сначала это бронхи, бронхиолы, потом уже альвеолы, то есть самые мельчайшие вот эти пузырьки. Когда между микрокапиллярами крови и альвеолами, соответственно, легких, идет диффузия, то есть газообмен, когда кислород проникает уже в кровеносную систему, когда насыщается кровь кислородом, да? Но альвеолы страдают не сразу. Первый удар на себя берет носоглотка и бронхи. Поэтому первый признак это першение в горле и насморк. Те, кто говорит, что насморка при данном вирусе нет, это ложь, это обман или невежество. Более 70 тысяч историй болезни уже обработано. И поскольку удар вируса, главная мишень, это эпителиальные клетки, а нос, вся область носоглотки, трахея и так далее, да, состоят из эпителиальных тканей, то, соответственно, удар приходится на них. И, естественно, поскольку носитель, то есть вирус попадает именно через носоглотку, через слизистые, то страдают ближние к ним, соответственно, объекты. А именно вот то, что я сказал. То есть область носоглотки, трахея и бронхи. И далее уже открыт путь к альвеолам. Тогда происходит глубокое поражение. Тогда происходят как раз те самые симптомы, которые я описывал в первой части, вплоть до летальных, поскольку просто кровеносная система прорывается в альвеолы и затапливая их, нарушается газообмен, он просто не происходит. И по мере роста масштабности этой проблемы человек просто задыхается, не может получать кислород, ткани недополучают кислород и отключается мозг. И тогда происходит ишемия и, соответственно, смерть. Вот это поражение эпителиальной ткани приводит к тому, что у человека иммунитет резко ослабевает. Это тоже связано со специфическим белком. Это интерферон индуцированный протеин 10. Вот именно с этим белком связана регуляция того самого врожденного иммунитета и даже приобретенного иммунитета. И поэтому происходит поражение лимфоцитов. Ну, по анализам это сразу видно. Дело в том, что эти вирусы дают лимфотоксический эффект. Поэтому в анализах крови ликоциты повышаются, тромбоциты повышаются. И вот сама болезнь имеет 4 этапа. Почему говорят про 14 дней, когда точно можно понять, болен человек или нет, заразился или нет. Первый этап это вирусемия, так называемая. Это простые, знакомые для каждого человека симптомы. Это как бы безобидная простуда. То есть вроде бы ничего особенного нет. Как всегда, как годами болели. Это примерно 7-9 дней. Вот в этом интервале происходит это общее состояние. То есть это состояние организма, при котором вирусы попадают в кровоток. И таким образом начинается самая обыкновенная простуда. Но это только самое начало. А вот уже с 8-10 дня по 14 дней ситуация меняется принципиально. Потому что в этот период именно формируется вирусно-бактериальная пневмония. Дорогие друзья, вот в чем принципиальное отличие данной морфы вируса. Что это не просто вирус. Это связка с бактериальными проблемами. И еще с грибковыми чуть дальше поясню. После поражения эпителиальных клеток вирусами, происходит поражение с 10-го дня. Колонизация именно бактерий, то есть микроорганизмов, в первую очередь тех, которые населяют у человека орофорингеальную область, то есть носоглотку и гортань. Имейте в виду, у кого есть хронические поражения с тафилококками, с трептококками, кто болел, то есть ангинами, у кого миндальные гланды увеличены постоянно, у кого постоянные простудные и прочие заболевания, имейте в виду, зона риска у вас гораздо выше. Потому что у вас населена патогенными микроорганизмами, как правило, в больших количествах, вот как раз область носоглотки. И вы находитесь в группе риска, и пострадать можете в большей степени, чем те люди, у кого нет данных заболеваний, нет стафилококков, стрептококков и мингококков и прочих инфекций. Поэтому запомните, данная эпидемия не просто вирусная, а вирусно-бактериальная. Вы поймите, что вирус это такой организм, будем считать вообще его инопланетным организмом, уникальный, такой биоробот. Такой механизм, он не может существовать без наших клеток. Он наши клетки, разные клетки нашего организма, использует для репликации себя. Все жизненные ресурсы нашей каждой клетки организма, где присутствует вирус и заставляет ее работать на себя, он, соответственно, тратит ресурсы и продуцирует себя именно благодаря конкретной данной, взятой нашей клетке, определенной в органах и ткани. Но помните, что очень важно, что пневмонию, вот эту самую пневмонию, вызывают не вирусы, а бактерии, которые идут как вторичные, как организмы вторичные, которые именно и поражают бронхолегочную систему, вызывая самые серьезные осложнения, как и грибки. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И потому не только врач, но вы сами должны знать и понимать. Будьте очень насторожны, когда уже вы почувствуете, если это случится, что у вас легкое вроде бы заболевание, простуда, недомогание, насморк, легкая температура. Вот все, что вы уже сотни раз в своей жизни испытывали. Но нужно не обманываться, нужно исследоваться, потому что это может быть только лишь первая стадия, о которой я говорил. А вот период, когда кашель усилится, когда появляется одышка, эти два признака, то есть одышка и усиленный уже кашель, когда надо говорить, что это уже совершенно другая стадия поражения, это уже опасность, потому что инфекция перешла гораздо глубже. И если эту ситуацию в этот период не контролировать, то болезнь прогрессирует, возникают осложнения, и такое осложнение называется респираторным дестресс-синдромом или шоком. И человек уже в этой самой глубокой фазе этого поражения дышать уже самостоятельно не может. Сразу скажу, в России сейчас аппаратов искусственного дыхания, без которых нельзя справиться с этой стадией поражения, с более глубокой уже, да, последующей, один на десять тысяч человек. Поэтому поймите, что сейчас гигиена важна и для вас, и для всех окружающих вас. Никто не имеет права сейчас заразить кого-то, если вы больных даже незначительно, даже поверхностно, абсолютно точно не контактируете ни с кем, сидите дома и вызывайте врачей. Помните, что этот дестресс-синдром это угрожающее жизни воспалительное поражение легких. Оно приводит к смерти довольно-таки часто и требует проведения специальных манипуляций уже в стационаре. Возникает специфический, так называемый, некардиогенный отек легкого. И если кардиогенный отек легкого можно лечить с помощью определенных лекарственных препаратов, то вот такой специфический отек легких можно лечить только с помощью машины механической вентиляции легких. Или совсем уже продвинутых методов, таких как экстракорпоральная гемоксигенация. На всех и даже на часть людей этого не хватит. И потому, если мы не хотим, дорогие друзья, чтобы была эпидемия, подобная и даже, может быть, хуже испанки, то мы категорически должны жесточайшим образом соблюдать правила гигиены и правильно делают, что в Китае этих людей, которые понимают, что они являются носителем, заражают других людей, расстреливают. Вплоть до расстрела наказания. Это совершенно правильно, потому что один человек может убить тысячи и сотни тысяч людей своей дурью, своей подлостью, своим безразличием. И даже если эту фазу человек переносит, даже если в клинике, то возникает такая сильная в любом случае иммуносупрессия, угнетение иммунитета, которая поражает и приобретенный, и врожденный иммунитет, и становится губительной для человека. Помимо прочих возбудителей инфекций, которые начинают активно размножаться в организме человека, помимо бактерий, да, различных, берут вверх и такие серьезнейшие возбудители, как синегнойная палочка и грибные, грибковые поражения. Я имею в виду грибки микромицета, дрожжевые, плесневые грибки, различные, в том числе и аспергилюс, которые поражают легкие. Кстати, это зависит от того, где, в каких условиях человек еще жил, работал, не было ли там источников грибковых поражений. Да они есть, собственно, везде вопрос концентрации и ослабленности иммунитета. И от этого зависит дальнейший ход развития событий. Вот в чем индивидуальность заключается. И, внимание, то, о чем я всегда говорил, но в других своих лекциях, старых, многолетних, по онкологии и других, внимание, у тех людей, у кого были смерти от нынешнего коронавируса, которых вскрывали, у 50% примерно, которые находились на длительной вентиляции, искусственной вентиляции легких, все альвеолы были заполнены грибками, вот этими грибками, микромицетами. Поэтому запомните, когда иммунитет ослабевает до нельзя, происходит поражение грибками. Есть еще одна проблема. Даже если человека вылечили, неизвестно, что будет дальше. Это зависеть будет от очень многих обстоятельств, от его места обитания, от его образа жизни, от его питания, от других факторов. Потому что даже если человек выздоровел, то последствия, то есть тех людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, в течение года, в течение года, как правило, формируется фиброз легкого. То есть уплотнение тканей, она как бы, такая становится плотная, как бы резиновая, фиброзная ткань. И соответственно, ухудшаются функции легких и бронхолегочной системы. А как следствие, могут возникать и проблемы кровеносной системы, и дефицит кислорода в тканях, и так далее. И дело в том, что нет лекарственных препаратов, таких комплексов, в официальной медицине, которые могут помочь и применяться в этой фазе, и в устранении последствий этой пневмонии септической. Поэтому, соответственно, эта проблема тоже, огромная проблема. Когда была эпидемия 2002 года, и видели большое количество зараженных среди медперсонала, то применялись тогда антигрибковые, серьезные препараты, медицинские. И действительно, последствия были менее значительны. То есть это помогало. Я же скажу, что есть натуральные антигрибковые препараты, которые не обладают побочными отрицательными действиями, а только положительными. Собственно говоря, много лекций у меня на эту тему было на моем канале в Ютубе, и я про это говорил уже много лет. Антибиотики не могут помочь больному с заразившимся коронавирусом нынешним. Здесь должна быть только комплексная терапия. Уж если медицинская, то и антибактериальная, и антигрибковая, и антивирусная. И обязательно должны быть средства, применяемые, которые укрепляют иммунитет без этого никак. Медицина назначает сейчас цефалоспорина четвертого поколения и в комбинации с ванкомицином, но не амоксиклав. Так вот, именно такая комбинация широкого действия, если других вариантов нет, предположим, у человека, который оказался в ситуации серьезной где-то, клиники, где нет других вариантов применения терапии, и чтобы именно предотвратить сепсис, пока его еще нет, назначают высокие иммуноглобулины. Но, собственно говоря, препарат был уже разработан. Но есть ли медицинская поддерживающая и противовирусная терапия в одном флаконе, что называется, да? Есть такой препарат, он уже был разработан, и называется ремдесивир. Это новый нуклеотидный аналог с широким спектром противовирусного действия. Были уже испытания на животных, они доказали свою эффективность. Проходит сейчас клиническое испытание на новом 19-м вирусе, но результаты будут не ранее апреля-мая. Я полагаю, что если сейчас будут приняты жесткие меры, жесточайшие, и вирус не будет распространяться среди людей, по крайней мере в нашей стране, да, но вообще во всем мире синхронно нужно применять эти меры, то тогда эпидемия, пандемия спадет даже в апреле, по крайней мере в мае. Прививки, говорят, сделают в течение года. А зачем их делать? И вот, кстати, о теории заговора говорят, что этими прививками хотят всех уничтожить, потому что в них будут там, хотя я противник прививок, но если эпидемия спадет в апреле-май, тогда прививаться не будет никакого смысла. А эта эпидемия спадет к маю, если принимать жесткие меры. А страны сейчас все вводят очень жесткие меры, как вы это видите, и это, собственно, просто истина. Итак, какие меры безопасности, какие правила гигиены необходимо каждому соблюдать и знать? Соответственно, первое, ну, если говорить сжатое, это карантин, должен быть при любых симптомах и изоляции дома. Это лучше, чем, возможно, потерянное здоровье и жизнь, да, и заражение других людей. Второе, вызвать врача, он возьмет анализы, будет поставлен диагноз. Третье, это профилактика высшими базидеальными грибными препаратами, которые подавляют действия низших грибков. Помимо, некоторые из них обладают противовирусными свойствами и так далее, и так далее. Эта терапия аналог, медицинская, официальная, но в качестве профилактики более безопасная и более эффективная. Но это я скажу чуть далее. Итак, коронавирусы все передаются воздушно-капельным путем. Через слизистые, через пищу, любой чих или кашель, способен перекинуть заразу от одного человека к другому. Маска здесь не поможет, как я уже говорил в первой части, кроме серьезных респираторов. Итак, возможные признаки поражения. Это высокая температура тела, насморк, заложенный нос, кашель, жар, общая слабость, головная боль, озноб, лихорадка, конъюнктивит, диарея, понос, расстройство, то есть кишечника, синдром раздраженного кишечника. Особенно несколько факторов, сочетающиеся друг с другом, могут говорить о том, что есть данная проблема и уже стоит срочно принимать какие-то меры, по крайней мере вызвать врача и дальше по логике, по обстоятельствам действовать. Далее, какая профилактика и какие меры безопасности? Во-первых, часто постоянно мойте руки, тем более, если вы посещали какие-то публичные места и просто с улицы придя, обязательно мыть руки качественно, 30-40 секунд полностью и по несколько раз протирая одни и те же места между пальцев, ногти, держите ногти подстриженными постоянно, ну и, соответственно, дезинфицируйте спиртом дверные ручки, входные, межкомнатные. Спирт продается, собственно, кто-то писал мне, что его найти трудно. Зачем в аптеке? Купите 10 литров канистру в Яндексе, наберите этиловый спирт люкс, там 96,3 процента, ну это самый высококонцентрированный, пожалуйста, вот им протирайте все, с чем соприкасаетесь. Руки свои, налейте маленькие флакончики пластиковые либо стеклянные, имейте с собой в куртке, в пиджаке, в кармане, в сумке, неважно, и дезинфицируйте руки, например, при каждом на рукопожатии, если уж таковые будут, а лучше, конечно, избежать их. Далее, дегтярным мылом пользуйтесь, или с экстрактом чайного дерева натуральным мылом, которое должно быть, ну, соответственно, как минимум дома, которым и следует мыть руки. Второе, соблюдайте порядочность по отношению к другим людям. Всегда при кашле, если уж он у вас вдруг случился, при чихании, прикрывайте рот и не ладонью, а локтевым сгибом, либо, что правильнее, используйте платок, сложенный в несколько раз, а дома сложенное в несколько раз полотенце, махровое желательно. Ну, а платок и любую тряпку желательно, если вы на улице, выкинуть или запаковать, скажем, в двойной полиэтиленовый пакет и уже продезинфицировать, прокипятить, скажем, дома не менее 20 минут или прогладить утюгом раскаленным. Ну, избегайте, конечно, в любом случае тесного контакта с людьми, у кого уже есть какие-то признаки типа жара, насморка, кашля. Карантин при любых симптомах минимум 14 дней в изоляции дома, то есть самоизоляции. Ну, и, конечно, надо вызвать врача, взять анализы и поставить диагноз, если он подтвердится. Третье. А в случае посещения мест, где уже были заболевания, обязательно носить медицинскую маску-респиратор, плотно прилегающую к контуру лица. Купите ее заранее. Потом. Избегайте контакта с животными, особенно с дикими, и старайтесь как можно меньше касаться поверхностей и предметов, любых в транспорте и в магазинах и так далее. То есть поручни, ручек, перил. Если нет спирта, можно протирать уксусом. Но, тем не менее, я советую воздух обрабатывать и помещения закрытые, замкнутые, да любые, впрочем, озонаторами. Жаль, что сейчас в связи с коронавирусом и проблемами на таможне у нас нет кончились озонаторы, мощные, 600 мг в час вырабатывающие, которые могли бы полностью обеззараживать пространство от грибков, вирусов и бактерий в любых помещениях. Но, тем не менее, я надеюсь, что к концу марта эти озонаторы будут у нас в продаже на нашем сайте nadgard.ru. Можете посмотреть. Ну, а тем не менее, маленькие аккумуляторные озонаторы для холодильников и малых площадей до 1 кубометра у нас есть и сейчас. Эти озонаторы справятся с обработкой малых площадей объемов до 1 кубометра. Четвертое. Не посещайте сейчас кафе и ресторан, но уж в крайнем случае ешьте только сильно хорошо прожаренные продукты, если вы, соответственно, едите такую пищу. Дальше. Обрабатывайте зелень, овощи, фрукты дома, скажем, либо озонированием в воде, через специальный силиконовый шланг с распылителем, либо, соответственно, уксусом 2-3% раствором, замачивая минут на 20-30 эти продукты, вот если вы будете есть сырыми, но если вареными, то хорошо проваривать или прожаривать. Ну, а затем после обработки надо промыть чистой воде и уже можно потреблять. И обязательно на время снятия ограничений отложить еще в перспективе свои поездки как минимум на месяц-два, потому что, особенно в те страны, где были выявлены случаи коронавируса, ну, сейчас, судя по всему, это будут все страны, и никаких массовых мероприятий месяц после полного прекращения карантина не посещайте, это будет стопроцентная, практически стопроцентная гарантия. Не ешьте продукты животного происхождения категорически, не ослабляйте свой иммунитет продуктами распада азота, трупными ядами и гнойными токсинами, которые образуются при реакции антиген-антитела в результате потребления высокомолекулярных, в первую очередь, животного происхождения, белков. А по этому поводу я подробнейшим образом рассказываю в своих лекциях по здоровью, начиная с лекции 9 причин болезни, полной версии, до прочих последующих. Подробно поясняю всю логическую цепочку. Так вот, это мой вам совет. Категорически переходите на растительное питание, хотя бы временное, с преобладанием зелени, больше пейте зеленых коктейлей, пейте обязательно теплую воду, лучше водородную воду, то есть с отрицательным ОВП. Водородная вода это мощнейший антиоксидант. Кто услышал по РЕН-ТВ, что все это глупость и поверил этой прочей продажной ахинеи, ну хотя бы тогда прочтите книгу доктора Гарбузова «Ионы водорода лечат рак». Вот такая книга, она даже есть в открытом доступе в интернете, можете скачать, прочитать. Или посмотрите мои лекции про физико-химические свойства воды. Вот по телевидению, когда меня снимали, я записал полную версию, посмотрите вот это видео, оно будет по ссылочке, можете тоже понять всю эту логистику. Идеальный вариант, конечно, живое растительное питание, и чтобы обязательно организму вашему хватало всех необходимых питательных веществ, то есть от незаменимых аминокислот до омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, таких как АПК, ДГК, до всех витаминов, включая Д3 и В12, чтобы ни в чем не было дефицита. Категорически обязательно дополнительно принимайте селен. Это минерал, мощнейший антиоксидант из минералов, он укрепляет иммунитет. Обязательно, чтобы не было дефицита в витамине Д3, принимайте его дополнительно, можно тот же аквадетрен, либо кальций Д3, но это во-вторых. Обязательно витамин С, как один из самых мощных антиоксидантов среди витаминов. Двойная, тройная, пятерная доза допустима, но только не синтетически продаваема в аптеках, а органического синтеза. Опять-таки, к сожалению, из-за последствий вот этих, сейчас мы не можем получить фирму Диалайф, первый в мире жидкий, органически концентрированный витамин С, который можно было бы и нужно, следовало бы принимать тройную дозу, но возможно уже к концу месяца или в начале апреля мы его тоже получим, потому что я подчеркиваю, кто не знает, скажу, мы специализируемся только на натуральных органических продуктах питания, специальных концентратах, которые получены именно биологическим естественным путем. Обязательно принимайте дополнительным магний, если вы мало едите зелени, или, что лучше гораздо, хлореллу, спирулину. В каких количествах ее потреблять? Кстати, как и йод, а йода много есть, ну, скажем, в натуральном продукте, если мы не берем в учет фейхоа, грецкий орех и те другие, где содержится йод в достаточно больших количествах, то обязательно принимайте фукус в гелеобразной форме натив. Обязательно посмотрите мою лекцию дисбактериоз, в первой ее половине я подробно рассказываю, как принимать три вот этих уникальных продуктов, сочетание которых дают человеку, организму, человек вообще, все питательные вещества, какие только есть на планете, кроме некоторых, на которые как раз и надо сделать анализы. Ну, а эта комбинация 99,9% всех питательных веществ обеспечит. Это фукус гелеобразной формы натив, сок пророска пшеницы и дикая спирулина, именно дикая. Так вот, посмотрите это видео и вы все будете знать. Тогда вы обеспечите организм всем. А вот дефицитные состояния только могут быть только на витамин Д2, Д3, на КК2, В12 и как антагонист повышенный гомоцистеин при этом. И, конечно же, омега-3 полинонасыщенные жирные кислоты, ЭПК и ДГК. Вот на это стоит сделать исследование, но можно по умолчанию дополнительно это применять тоже. Напомню вам про доктора Волни, который в 18-19 году, то есть 100 лет назад, когда бушевала испанка, лечил людей и случаев смерти практически у него не было, когда он поил людей несколько раз в день с содой, гашеной содой. Дело в том, что сода ощелачивает организм. Практически все организмы людей сейчас закислены многими факторами. И неправильное питание, например, газированная вода, где ортофосфорная кислота есть, или, скажем, кофе, который сильно закисляет организм мяса и так далее. Так вот, чем больше организм закисляется, тем меньше удерживаются нашими жидкостями организма, то есть и кровью, и спинномозговой жидкостью и так далее, лимфой, кислород, и, соответственно, происходит меньшее, худшее очищение организма, чем больше ощелачивается организм до разумных пределов, до нормы реакции, например, кровь 7,43, PH, ну и так далее, то тогда кислорода удерживается жидкостями организма больше, в достаточном количестве. Помните, что токсины препятствуют поглощению кислорода тканями, поэтому не должно быть дефицита кислорода, чтобы токсины выводились из организма. Для этого необходима вода в достаточном количестве, теплая вода, в идеале водородная вода, и, конечно же, защелачивание организма, как вы уже это, я надеюсь, поняли. Тогда кислород будет удерживаться жидкостями организма нашими всеми средами в большем количестве, и будет лучше очищение организма от токсинов, и будет лучше насыщение всех клеток нашего организма так необходимым нам кислородом. И это важно понимать. Но помните, что соды, к сожалению, у нас в стране сейчас не производятся химически чистые. К сожалению, есть в Америке два завода. Мы работаем с одной компанией, и у нас есть соды химически чистые. Соответственно, у меня есть видео сода. Посмотрите это видео обязательно, как правильно потреблять соду. Обратите внимание особое вот на что. Конечно же, уходя на улицу, одевайтесь тепло. Бойтесь сквозняков, да? Закрывайте голову и не допускайте переохлаждения. Пейте больше воды, как я уже сказал. Желательно антиоксидантный, водородный, да? Включайте в свой рацион облепиху, хрен, чеснок, лук. В те же салаты, с льняным маслом холодного отжима. Можно с органовым, там много витамина Е в гамма-модификации, а это мощный антиоксидант. Если вы заметили, обнаружили первые признаки простуды, а зно, першение в горле, заложенный нос, используйте прополис. И давайте сделаем так, чтобы сейчас не раздувать видео слишком длинным. Если вы захотите ознакомиться с моими рекомендациями всеми, то тогда переходите по ссылочке, которая будет под видео. Попадете на страничку, соответственно, в мой блог ефролов.блог и на мой сайт надгард.ру и вы там увидите те рекомендации конкретные, что и как потреблять, которые я даю. То есть комплекс, ну скажем так, вариант 1 и вариант 2 более расширенный. Тогда защита от, соответственно, коронавируса, от последствий негативных с ним связанных будет несоизмеримо выше, безусловно. Также под видео я дам некоторые ссылки на мои лекции, которые я в обязательном порядке рекомендую вам посмотреть. Это не напрасная трата времени будет, а важнейшая информация, которую должен каждый из вас знать. Ну а теперь в-третьих. Правы ли те люди, которые говорят, что же, мол, другие предыдущие вирусы 2-го, 12-го годов, другие, не так широко освещались, как этот нынешний? Почему не закрывались границы? Почему не было таких последствий социально-экономических? Почему средства массовой информации так не раздували эту тему тогда, хотя смертность от некоторых из них штаммов была даже выше, чем сейчас? Конечно, есть на то причина. Есть. Поймите, в мире накопилось очень много денег. Долгов. Долгов и США, которые исчисляются в триллионах долларов, и так далее, и так далее. Долгов по бумагам, по выплатам. И вот эти, глобальные корпорации, которые держат в руках весь мир, должны что-то были сделать. Или тотальные глобальные войны, а это не получилось в последнее время сделать, а попытки были. Либо глобальные катастрофы, природные, которые приводят потом к тому, что все обязательства рушатся. Или третий вариант, более щадящий, это взять какую-то, предположим, эпидемию за основу. И не для того, чтобы убить людей, потому что иначе бы убивали и могли бы убить гораздо быстрее, чем то, что сейчас развивается. Так вот, взять какую-то реальную эпидемию на флаг, раздуть ее, сделать из мухи слона, раздуть истерию в гипертрофированной форме, дальше под это дело спокойно развалить экономики, ну или, по крайней мере, сделать так, чтобы можно было инфляционный пузырь абсолютно лопнуть спокойно, по долгам не выплачивать. То есть, те виртуальные деньги и ценные бумаги, собственно, потеряют в цене. А кто виноват во всем? А виноват коронавирус, это форс-мажор, никто не виноват и можно не выплачивать. Ну, кто разоряется здесь? Малые предприятия, средние, мелкие средние бизнесы, даже крупные, а глобальные корпорации устраивают передел мира и, собственно, в любом случае, все производственные мощности в их руках. А остальное, разорившиеся, скупят. И, конечно же, центр управления миром, один, по крайней мере, из двух, будет в Китае. Безусловно, а что делают сейчас китайцы? А они будут сейчас уничтожать, фактически, малый и средний бизнес, ну, собственно говоря, дали время, как у нас был НЭП в свое время, наигрались, хватит. Теперь государственные интересы во главе угла у них, по крайней мере, и будет уменьшение влияния частных компаний, частного капитала в Китае. Но для глобальных корпораций, у которых в руках все и средства массовой информации, и банки, и производство, металлургические заводы, и так далее, и так далее, это что такое? Это возможность списать долги, провести рекапитализацию. То есть, другими словами, это все запланированные убытки. А коронавирус здесь просто помогает. Это оружие, это как бы таран, которым прикрывается все остальное. В конечном же счете, конечно, будет стабилизация экономики. И многие люди даже этого не почувствуют. Многие, не все. Но почувствуют предприятия, предприниматели, почувствуют это мелкие и средние по размеру фирмы. И даже заводы некоторые почувствуют. И даже автомобильные концерны. А если бы хотели убить людей побольше, как некоторые пишут, что вот коронавирус, чтобы убить, так он не такой убийственный. Почему же все страны борются? Они же не халатно поступают, а все страны, в принципе, вели жесткие меры. Жестко карают за нарушение санитарных норм там и так далее. Почему? Потому что, что их цели убить побольше людей? Нет, конечно. Просто не путайте. Ничего страшного этот вирус в глобальном масштабе не принесет. Отдельно взятому человеку, группе людей может, поэтому нужны меры гигиены, безопасности, профилактики и лечения, те, о которых я сказал. Но поймите, в глобальном масштабе задачи какой-то мировой, чтобы убить население, нет. Чтобы прививки всем насадить, тоже глупость. Вакцины будут разработаны в течение года, а в течение года этот коронавирус уже спадет на нет гораздо раньше, может быть, даже в мае, но может быть, в июне, если будут соблюдать все правила гигиены. А для перезагрузки мировой экономики этого времени более чем достаточно. И, собственно, все долги, все, что называется, глобальные обязательства будут аннулированы, что и требовалось глобальным управленцам, то есть транснациональным корпорациям. Кстати, кто-то говорит, что в России нагнетается эта обстановка особо сильно. Как раз у нас-то в стране она мало нагнетается, потому что, вон, пожалуйста, по телевидению тот же Гордон каждый вечер подряд сейчас что говорит по Первому каналу? Говорит, что, мол, зачем из мухи слона раздувать? Почему? Прошлые эпидемии были, и, собственно, о них никто почти не знал и уже забыл. А тут как будто чума пришла. Ну, то есть, понимаете ли, это неправильно так говорят люди. Дело здесь исключительно в глобальном управлении. А существует ли коронавирус? Ну, конечно, существует. Как меня поражают те люди, которые пишут, что ничего не существует. Но это просто абсолютно нигилисты. Это, конечно, есть и сейчас. Я понимаю, но это глупо. Конечно же. И в 60-е годы было известно, что есть коронавирус. Их большая группа. Кстати, вы знаете, что и вирус 12-го года, и вирус 2-го года эти два вируса тоже относятся к группе коронавирусов. Их очень много модификаций. Десятки, а может быть даже сотни. И многие люди их переносят спокойно и разные, но не эту морфу. Эта морфа совершенно другая. Она действует по-другому. Есть свои проблемы. Об этом я уже сказал и не буду повторяться. Да? Но последнее, что я здесь хочу сказать. Вы понимаете, в чем дело? Вот я много раз в своих лекциях раз наговорил. Помните, была Великая Отечественная война. Была блокада Ленинграда. Гигиена была тогда тоже не на высоте. Не было электричества, воды. Правда ведь? Лето сменялось, зиму, когда все всплывало, и вы знаете, эпидемии-то не было практически. Факт это факт. Как Федор Григорьевич Углов, великий русский хирург, описывал, люди не болели хроническими болезнями. Они не обострялись, даже те, которые были. А знаете почему? Потому что у организмов людей тогда был открытый механизм, заложенный в природе нас. Это мобилизация, это собранность, это настрой. Это совершенно определенные мысли и помыслы, направленные на сплочение, на выживание, на, что называется, чистые благие помыслы. Людям было очень тяжело, но была надежда, вера в завтрашний день. Вот эта вера миллионов людей, она создавала вот этот определенный Грегор, то есть энергоинформационное поле, установку, которая имела обратную связь. И эта поддержка людей друг друга, моральная была. А давайте вспомним другую картину, 90-е годы. И тот же Ленинград, да, Петербургом, который стал. И что там было? Эти цифры, кстати, скрывались довольно-таки долго, но они есть. И писались диссертации, монограммы на эту тему. Эпидемии, которых не было десятки лет, корь, дифтерия, чесотка, холера, дизентерия, заражение, эпидемия, во много десятков раз превышала обычные статистические данные. Но об этом не говорили. Понятно, какие годы были. Это 90-94-й, пик 94-й, и на убыль это пошло в 97-м. Практически и не лечили. Да и медиков винить в этом нельзя. Они тоже находились в понятной ситуации. Многие, что какой развал тогда был, вы знаете все, да, это. Но факт остается фактом. Тогда был не просто стресс. Люди потеряли страну, они потеряли надежду, веру в завтрашний день. Это апатия, это разрушение всех надежд. Как выросли тогда самоубийства, психиатрические заболевания, выросли и грабежи, все социальные проблемы вылезли и умножились. И это абсолютно коррелируется с тем, что как раз от настроя лично себя и настроя общества, как бы над сознанием, в обществе, зависит очень многое. Потому что вирусы, бактерии и грибки всегда есть так или иначе вокруг нас. Но вот как организм справится, зависит от иммунной системы. А силы иммунной системы, конечно, помимо абсолютно объективных физических показателей и мер, которые мы применяем, да, зависят еще и от настроя, от психики, зависят от веры. Потому хочу вам сказать, конечно же, пройдет это время и мы вздохнем с облегчением. Да, вирус есть, да, последствия от него очень серьезные могут быть для отдельно взятого человека. Особенно у кого есть бронхолегочные проблемы, различные другие проблемы с организмом, ослабленный иммунитет, личные меры защиты, гигиены, контроля, изоляции сейчас очень важны. От этого будет зависеть, как быстро мы выйдем, страна и весь мир из этого тупика. Вы знаете, сколько мне писем, как не соблюдают до сих пор правила гигиены, какая халатность, какой пофигизм, по-другому не сказать, например, в Италии, Испании, это мне прям люди оттуда писали, вот два письма сейчас приведем вам. Но это пусть назовем национальная черта. Вот у нас тоже есть национальная черта, пофигизм. А в завершение скажу, что я прошу учесть все, что я говорил, это все объективно. Здоровье, конечно, это самое главное, что есть у человека, да, отдельно взятого. Его надо беречь, нужно быть уважительным к окружающим, не допускать передачи инфекций. Штамм вируса существует, последствия очень серьезные для бронхолегочной системы. И поэтому давайте сделаем так, чтобы как можно быстрее в обществе побороть эту эпидемию. Поэтому будем соблюдать и правила гигиены, и те рекомендации, что в том числе я говорил, и сегодня, и в других двух своих предыдущих видео. Ну что ж, дорогие друзья, накопятся вопросы. Будет новая ситуация общественно-политическая, социально-экономическая, медицинская. Буду вас информировать, сделаю новое видео. Отвечу, поясню, разъясню. Ну а вы подписывайтесь на мой канал, если еще этого не сделали, чтобы не пропустить мое новое видео, нажмите на колокольчик, и тогда вам на почту будут приходить просто уведомления о выходе новых видео, и вы уже, соответственно, их не пропустите, сочтете нужным, нажмете, посмотрите. Всего хорошего, крепкого вам здоровья, до новых встреч. Пишите, обсуждайте в форуме под видео, задавайте вопросы.